Она может выполниться, а может нет, потому что задача может просто потеряться, почта такое дело. Все это трудочасы, которые можно превратить в совершенно разный экономический эффект. К этому сейчас идут банки. Я Илья Стугушев, руководитель проектов по цифровому маркетингу в банке Санкт-Петербург. Еще 10 лет назад было сложно себе представить, что мы заказываем еду, продукты или бытовую технику через мобильное приложение. Сейчас, когда мы едем в метро, уже стало возможным оформить перевод, оплатить штраф или открыть новый счет, не выходя из приложения и не обращаясь за помощью к операционисту банка. Таким образом, сейчас сокращается взаимодействие банка через оплайн-офисы с клиентом. То есть роль диджитал-банкинга сильно возрастает через две главные вещи. Это через сокращение взаимодействия с клиентом. То есть оформление, например, какого-то нового счета раньше занимало 3-4 дня, сейчас это занимает 3-4 часа. Также вторая главная вещь для банков – это сокращение стоимости привлечения клиента. Примерно она сокращается в 3 раза, согласно отчету Оливера Уаймана. Если говорить про доли диджитал-банкингов, то в России сейчас население, которое пользуется услугами диджитал-банкинга в той или иной степени, составляет 55%. В то же время, например, в США доля клиентов диджитал-банкинга среди всего населения – это 61%. То есть если взглянуть на эту долевку, можно увидеть, что мы не сильно отстаем от главных, скажем, стран мира и стремимся к тому, чтобы как можно больше операций оцифровать. Например, в случае США нет возможности совершать переводы с карты на карту так же бесшовно, как это делается, например, в России. В первую очередь сейчас есть два главных тренда. Первый тренд – это цифровая трансформация. Второй тренд – введение единой биометрической системы. Эти тренды идут рука об руку, поскольку если мы говорим о введении единой системы биометрии, это подразумевает сбор биометрических данных всех клиентов банка в России для того, чтобы Центробанк мог понимать свод операций по каждому из этих клиентов. Это поможет также другим банкам, которые сейчас являются региональными, взаимодействовать с каждым из клиентов, не заставляя его приходить в офис банка. То есть таким образом стираются различия между федеральными и региональными банками. Вам не нужно, например, ехать в офис, где представлен Банк Санкт-Петербург, для того, чтобы открыть карту Банка Санкт-Петербурга. Вам будет достаточно просто провзаимодействовать с банком через диджитальный канал. Введение единой системы биометрии подразумевает, что каждый банк собирает биометрические данные своих клиентов. Сбор данных клиентов централизован в системе, которую сейчас драйвит Центробанк. Это может быть, например, в виде того, что человек просто получает документы на e-mail, и у него нет даже бумажной версии договора. К этому сейчас идут банки. С этим также идет, как я сказал, цифровая трансформация, поскольку цифровая трансформация нацелена на то, чтобы сократить количество взаимодействий с банком, сделать банк как можно более технологичным, простым и удобным для пользователя, чтобы простота финансовой услуги была маскирована быстротой и скоростью взаимодействия клиента с банком. Здесь нужно понимать, что технология сама по себе ничего не означает для любой компании, будь то банк или крупный розничный бизнес. Технология должна встраиваться в общую стратегию и отвечать на два вопроса. Как она помогает в достижении текущих целей и как она будет интегрирована в текущую структуру. Это показывает, что если у вас сейчас не подготовлена структура банка для того, чтобы принимать правила игры, по которым играет технология, эта технология будет просто отторгнута как чужеродный элемент. Есть Greenfield подход, который используется в банках и в других крупных розничных бизнесах, у которых очень большая инфраструктура, которую нельзя переписать в один момент. Greenfield подход подразумевает две ветки развития. Первая ветка — это скупка технологических стартапов. Например, стартапов, которые производят еду, делают какие-то медицинские сервисы или делают уборку квартиры. И также стартапов, которые участвуют в создании финансовых технологий. Они развивают свои продукты отдельно от основного бизнеса. Затем эти продукты являются катализаторами изменений для основного бизнеса в виде того, что здесь мы можем делать, скажем так, эксперименты, не зависящие от результатов основного бизнеса. То есть мы не затрагиваем здесь структуру основного бизнеса в строгом смысле. И на третьем этапе эти технологические компании, работающие под крылом банка, они уже интегрируются полноценно в структуру компании, когда уже сам банк готов к этому. Вторая ветка развития, о которой я говорил, это взращивание экспертизы внутри, когда банк или крупная розничная компания создает у себя центр компетенции. Центр компетенции, который позволяет создать экспертизу внутри и сделать собственное обособленное диджитал-подразделение. Чаще всего такие подразделения не интегрированы с основным бизнесом, поскольку им важна степень автономии. Хороший здесь пример — это не российский пример. Это Royal Bank of Scotland, который сейчас развивает свой банк ВО, где используются исключительно цифровые методы работы с клиентами, но при этом банк ВО никаким образом не интегрирован с Royal Bank of Scotland. То есть это отдельная компания, на которой сейчас проводится, скажем так, тестирование цифровых каналов. Со временем, возможно, она заменит Royal Bank of Scotland или станет ее частью. Но в текущий момент, к примеру, они к этому не готовы. В российском сценарии таких примеров пока что нет. Банки ограничиваются тем, что создают собственный центр компетенций. Он есть у 82% банков в текущий момент. Но чаще всего центр компетенций в российском сценарии является пилотным проектом. И чаще всего он не локализован в одном подразделении, а рассеян по всему банку. Цифровая трансформация банков Цифровая трансформация банков — это трансформация текущей классической инфраструктуры в инфраструктуру, которая завязана на удаленное взаимодействие с клиентом. Цифровизацией чаще всего занимаются либо специально назначенные на это подразделения, либо компетенция может быть рассеяна по всему банку. Всего лишь, например, у 34% российских банков есть отдельный выделенный центр компетенций. В остальных случаях центр компетенций отсутствует в централизованном виде. Он рассеян по всему банку. Соответственно, в случае наличия такого центра компетенций преимущественно диджитал банкингом рулят айтишники. То есть, если посмотреть на состав тех, кто сейчас занимается цифровой трансформацией, это ребята из программирования, ребята, которые умеют строить сложные системы, сложные операции, умеют приводить это в синхронизированное состояние с текущей базой клиентов. То есть, чтобы можно было банку увидеть всю историю операций и понимать, как и что человек тратит. Цифровая трансформация чаще всего происходит в виде пилотируемых проектов. То есть, это не полноценная программа по цифровой трансформации в большинстве случаев, но не во всех случаях. Речь идет о пилотах, которые проводят определенные банки, которые могут быть либо успешными, либо нет, и тогда они уже совершают какие-то дальнейшие действия. Но есть также банки, которые с самого начала создали отдельный центр компетенций, и там процесс идет совершенно по-иному. То есть, эти банки уже твердо для себя решили, что они идут в цифру. Есть банки, которые пока не имеют определенного мнения на этот счет, но у них есть такая программа. Из этого складывается цифра 82%. Соответственно, чтобы сделать такую цифровую трансформацию управляемой, в первую очередь банк должен опираться на цифры, то есть, на аналитику, которая у него имеется по клиентам, по текущим взаимодействиям онлайн и по работам самой команды. То есть, работа команды по цифровой трансформации должна содержать четкие роадмэпы, четкие сроки и четкое понимание того, как цифра встраивается в основной бизнес. Иначе ничего не получится. Я приведу такой пример. Я работал в крупном розничном ювелирном бизнесе, где руководитель считал, что маркетинг — это раздел продаж. Когда мы говорим, что маркетинг — это про привлечение клиентов, мы очень сильно ставим, мы ставим знак «равно» между маркетинг и продажей. То есть, здесь различий нет никаких. В то же время маркетинг должен быть консолидатором процессов, поскольку именно маркетинг, как я уже ранее говорил, находится с клиентом на протяжении всей его работы вместе с банком. То есть, задача маркетинга здесь — сделать взаимодействие клиента с банком через цифровые каналы взаимовыгодным. Это может добиться увеличения роли цифрового маркетинга в процессе цифровой трансформации, когда в процесс вовлекаются не только программисты, а также маркетологи. Причем не в роли саппорта, а в роли одного из организаторов процесса, поскольку именно маркетинг в конечном счете отвечает за пользовательский опыт, который получает клиент банка. Команда цифрового маркетинга должна опираться на принципы agile культуры, которую я честно украл у разработчиков, потому что мне понравилось, поскольку в случае agile подхода у нас есть четкие работы, четкие декомпозированные задачи и четкие сроки, к которым мы должны прийти. Я предпочитаю скрам-подход, где есть так называемые спринты. Это короткий временной промежуток, в рамках которого делается определенный набор задач, которые ранее согласованы с командой. Все начинается с того, что команда собирается, обсуждает, какие задачи она берет в спринт и какие задачи в какие сроки должны быть выполнены. Если мы говорим про какие-то две равноценные потенциально срочные задачи, должны быть оценены согласно критерию, который принят в команде и согласован компанией. Результаты команды могут быть оценены самыми разными способами. Это зависит от того, какой критерий выбрала команда для того, чтобы оценивать эффективность проведенного спринта. Я предпочитаю оценивать экономический эффект, поскольку это будет наиболее прозрачной вещью. Исходя из общего установленного критерия, как я ранее говорил, команда уже выбирает, что будет приоритетом на эту неделю и предсказывает предположительный эффект, который принесет то или иное действие. Ну, допустим, запуск лендинга, запуск какой-нибудь рекламы или доработки аналитики. Все это трудочасы, которые можно превратить в совершенно разный экономический эффект. Я приведу такой пример, что я работал в крупной федеральной туристической компании, где задачи изначально ставились просто в почте, но их выполняемость была достаточно, скажем так, случайной. Она может выполниться, а может нет, потому что задача может просто потеряться. Почта — такое дело. В случае скрама эта задача зафиксирована в конкретном спринте, и она не может не выполниться. Если не возникает посторонних факторов. Пример из этой же компании, как ни странно, когда мы внедрили скрам в команду по цифровому маркетингу, первоначально выполняемость задач сильно повысилась. Мы показали, как можно построить сквозную аналитику и как можно запускать рекламу в компании. То есть в случае такой совместной работы команды, когда человек делает лендинг, веб-аналитик об этом точно знает, а человек, который делает креативы, знает, что будет на лендинге. Потому что все эти люди находятся в одном помещении, обсуждают, когда, как это будет. И, например, веб-аналитик понимает, что на следующей неделе ему нужно разметить всю страницу. Человек, который создает рекламу, понимает, что после разметки ему нужно запускать эту рекламу уже в сети. Соответственно, здесь возникла следующая проблема. Когда компания не подготовлена к тому, что у нее есть отделение, работающее по своим немножко измененным правилам, она начинает вмешиваться в работу какими-то случайными заданиями, которые никак не систематизированы. И тогда вся система ломается. У меня был такой случай, когда я работал в другой крупной сети и было выделено очень много денег на рекламную акцию, которая с треском провалилась. После проведения рекламной акции я подошел к руководителю ее запускавшего и спросил, читал ли он Филиппа Котлера. На что я услышал замечательный ответ. А кто это? Соответственно, я считаю, что в команде по цифровому маркетингу не должно быть людей, которые не понимают основ маркетинга, не знают основоположника, скажем так, этой дисциплины, не понимают, как маркетинг должен именно консолидировать процессы между оффлайн и онлайн-каналами. То есть в приводимом примере акция была омниканальной, то есть проводились активности и оффлайн, и онлайн, но как это связать, не было совершенно никакого понимания, только данные, основанные на личном опыте. Это должен быть человек, который понимает, как работать с маркетингом как таковым, то есть понимает, что маркетинг — это про выстраивание взаимоотношений с клиентом. Это должен быть человек, который понимает, как работает маркетинг в отдельных каналах, в оффлайне и онлайне. Это должен быть человек, который ориентирован на данные. Если эти три критерия не соблюдаются, то, боюсь, он не подходит для маркетинга, по крайней мере, в современном его виде. Здесь могут быть разные методы измерений. Общим показателем, который используется для отслеживания этого эффекта, есть такая метрика ROPA-эффект. ROPA-эффект позволяет замерить доходимость до оффлайновых розничных точек. Это делается при помощи общего идентификатора и связки с CRM. Связкой может выступать как номер телефона, так и, допустим, email-адрес. И тогда мы можем понять, что этот человек пришел, допустим, с MyTarget, заказал такую-то карту и пришел в такой-то офис. И мы сможем его сметчить до, соответственно, самых мельчайших параметров, чтобы оптимизировать в дальнейшем рекламную кампу. Это очень дискуссионный вопрос, поскольку экосистема не была построена ни одним банком. Такие экосистемы включают в себя либо все нефинансовые сервисы, так как это делает один крупный известный банк, который сейчас занимается тем, что покупает очень много нефинансовых сервисов. И пока что он их не связывает в одно приложение, но создает базу для этого. Второй подход связан с тем, что создается экосистема для Lifestyle подхода. Соответственно, Lifestyle Greenfield подход, который подразумевает, что вы делаете экосистему для текущей инфраструктуры. Например, предоставляете кэшбэки за покупки билетов в кино или билетов в театр. И, например, храните эти билеты у себя в приложении. То есть вы не идете на все деньги на внефинансовые сервисы, вы идете на конкретные Lifestyle вещи, которые вы можете вычленить из трат ваших клиентов. Есть также вторая точка зрения по поводу экосистемы, которая заключается в том, что экосистема не будет создана, будет просто развиваться цифровизация банков. Это точно произойдет с банками, которые хотят сейчас преуспеть, а не стоять на месте, поскольку, как уже упоминалось ранее, это сильно сокращает расходы. И цифровизация также позволяет найти клиентов там, где им сейчас удобно. То есть в каналах, где они хотели бы, чтобы их нашли и встретили с предложением, которое им сейчас нужно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!